27 июня нынешнего года Европейский Союз и Украина подписали экономическую часть нового соглашения об ассоциации. Официальный курс доллара США в Украине растет три дня к ряду. На 27 числа была установлена отметка 11,7750 грн. Курс доллара на межбанке упал от 11,8-11,9 в момент открытия к 11,74-11,85 к началу второй половины торговой сессии. При службе компании брокера Nordefix рассказывают о том, что украинская сторона подписала экономическую часть ассоциации с ЕС. 27 июня в Брюсселе в рамках саммита ЕС глава Европейской комиссии Жузе Мануэль Борозу, глава Украины Петр Порошенко, глава Евросовета Херман Ван Ромпей подписали экономическую часть договора об ассоциации Украины с 28 державами, что входят в ЕС. Экономическая часть этого договора предполагает интеграцию Украины в ЕС, формирование территории свободной торговли. Этот договор должен быть подписан всеми 28 странами ЕС. ЗСТ действовать начнет раньше, чем договор подпишут все державы ЕС, предположительно осенью этого года. Подписание этого договора свидетельство о признании территориальной ценности страны, открытие для нее перспективы членства в ЕС. Нацеленность страны на политическо-экономическое сотрудничество с ЕС служит основой макроэкономического кризиса в государстве. В настоящее время подобные договора с Евросоюзом подписали Молдова и Грузия. ЕС подписал интеграцию с тремя государствами экс-СССР, несмотря на сопротивление России. Также он намерен и дальше вести переговоры с Россией относительно устранения недоразумений, что могут появиться после интеграции. Россия грозит серьезными последствиями для держав, что подписали соглашение об интеграции с ЕС. До непосредственного подписания евроинтеграции глава Украины в Брюсселе заявил, что Украина в последнее время оплатила наивысшую стоимость за проведение личной цели. 27 июня курс американского доллара на рынке Форекс упал на 1,15% в отношении гривны. Специалисты из Академии Мастер Форекс говорят, что на дневном графике видна продолжительная зона консолидации доллара против гривны с 6 мая. Это после того момента, когда в конце декабря в государстве наметился политический кризис. При этом пара валют сильно возросла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!